В этот день на машинах появляются задорные боевые наклейки. Сотни тысяч людей проходят шествием по улицам российских городов, собираются у мемориалов и обелисков. Говорят, это один из тех редких праздников, которые пока еще объединяют большинство живущих в России. Но какое значение имеет эта дата для наших соотечественников? В сель вкладывают в нее один и тот же смысл. За что воевали граждане СССР? За что отдали миллионы жизней? Для чего самоотверженно трудились в тылу? Самый простой ответ – название известного фильма. Они сражались за родину. А родина – это не просто территория на карте, не только край, где ты появился на свет, не только родная речь, обычаи, семья, друзья и близкие. Это еще и уклад жизни, ценности, на которых построена система общественных отношений. Советский Союз был первым в мире социалистическим государством. Теперь все чаще обесценивают, очерняют и высмеивают идеалы того времени. Но тогда люди ими жили и добивались выдающихся результатов. У словосочетания «социальная справедливость» были осязаемые материальные проявления – право на труд, жилище и отдых. Бесплатное образование, доступное для всех слоев населения. Бесплатная медицина. В той войне наши предки защищали не просто свою отчизну, а советскую социалистическую родину. Сегодня подменяются и вычеркиваются из истории символы той победы. Драпируются мавзолей, стирают серп и молот на красном знамени. Снимаются откровенно лживые фильмы о войне. Пишутся такие же лживые книги. В школьной программе есть время на сказочника Солженицына, но из нее выброшена повесть о настоящем человеке. А в эфире федеральных телеканалов иностранцы безнаказанно оскорбляют память солдат Великой Отечественной. Что сказали бы на все это уже ушедшие из жизни ветераны и труженики тыла? Наверное, узники концлагерей, жители сожженных сел и городов, Матери, потерявшие детей, и солдатские вдовы легко бы согласились с Колей. Пришедшие на нашу землю захватчики, конечно же, были ни в чем не виноваты, а погибшие в блокадном Ленинграде точно обрадовались бы установке мемориальной доски своему мучителю. Можно было бы убедить тех, кто вставал на смертный бой, что разрушение страны, которая состоится через полвека, огромное благо. Они бы, вероятно, одобрили передачу предприятий в руки эффективных менеджеров. Им бы, конечно, понравилось, что потомки будут крушить советские заводы и фабрики, уничтожать науку и образование. Наверняка удалось бы как-то оправдать и тот факт, что в 21 веке имущественное неравенство в России вернется на уровень 1905 года. Как и то, что медицинская помощь из разряда социальных гарантий начнет переходить в категорию платных услуг. Они бы поняли, почему правильно, когда денег на повышение пенсии нет, а в офшоры выводятся триллионы. Было бы легко объяснить им, что поливание грязью всего советского при постоянном возвеличивании белогвардейщины необходимо для согласия и примирения в нашем обществе. И, само собой, они бы легко приняли уравнивание Советского Союза и Третьего Рейха. Выбросить 70 лет из истории, оболгать их, чтобы вместе с ними похоронить и память о грабительской приватизации. Такова государственная политика современной России. СССР – исчадие ада. Но это никому не мешает продавать нефть и газ, запасы которых были разведаны советскими геологами. Охотно используется и место СССР в совбезе ООН. Уповать на советский ядерный щит тоже до сих пор не зазорно. И даже успехами той эпохи гордиться пока позволяется. Правда, с оговоркой, что достигнуты они были. Вопреки проклятой тоталитарной системе. Так что же такое Россия, устремленная в будущее? Что мы строим? Есть ли у нас сегодня внятный план развития? Телевидение пугает внешние угрозы и тут же растлевает своих зрителей. Общество утоплено в табачной и алкогольной отраве, культе денег и разврата. Это все, видимо, делается для укрепления обороноспособности страны. А если завтра действительно начнется война, то что нас ждет? Повторение Цусимы или поражение, как в Первой мировой? Бывает ли мощная оборона без крепкого тыла? Как это возможно с разрушенной промышленностью, стагнирующим сельским хозяйством и умирающей фундаментальной наукой? Заканчивается ресурс советской инфраструктуры. Что дальше? Страна все больше напоминает торгово-развлекательной крематории, которая уже горит. Территорию, где все пошли в бизнес, где единственный смысл делать деньги, и политики не несут никакой ответственности за результаты своей деятельности. Формально мы живем в условиях мирного времени. А народ вымирает с такой скоростью, словно на нашей земле идет война. Третий десяток лет сокращается численность коренного населения страны. Но никто не спешит почтить память пострадавших от распильно-компродорского капитализма у стены скорби. Насколько нынешняя Россия походит на будущее, за которое наши деды и прадеды сражались, не щадя своей жизни? И какое отношение к той великой победе имеем сегодня мы, кроме того, что ее добыли наши предки? Можно было бы ответить – никакого. Но есть еще люди, которые понимают, что совершили наши деды и прадеды, за что они бились и от чего спасли мир. Эта память жива, а значит и та великая победа пока еще… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok